Казанский университет продолжает прививочную кампанию. Но жизнь вообще купить невозможно. Сохранить одну жизнь это уже большое достижение. Студенческие кружки в Казанском федеральном университете. Международный кибертурнир по Контерстрайв. Кто победил? Все! Все! Да! Они побеждают! Симпл! Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Вероника Кириллова. В адрес ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова поступило благодарственное письмо от администрации президента Российской Федерации. Благодарность выразил заместитель начальника управления президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Денис Секиринский. В официальном письме отмечается вклад ректора Казанского федерального университета в организацию проведения расширенного заседания Координационного совета по делам молодежи в научных и образовательных сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. В Казанском федеральном университете продолжается перевивочная кампания. Вакцинироваться могут как российские граждане, так и иностранные студенты. Подробнее об актуальных данных о COVID-19 и процедуре вакцинации в нашем следующем сюжете. Хочу хотя бы снизить риски заболевания этой достаточно распространенной инфекцией. Хочу сохранить сильный иммунитет. В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 239 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ситуация с распространением болезни продолжает оставаться напряженной. Люди, которые перевалили, имеют очень много проблем. Но жизнь вообще купить невозможно. Сохранить одну жизнь – это уже большое достижение. Вакцина снижает риск заболевания, активируя естественные защитные механизмы для формирования иммунитета к возбудителю болезни. Наша иммунная система обладает памятью. Получив одну или несколько доз вакцины, мы, как правило, приобретаем защиту от той или иной болезни на много лет, десятилетий или даже на всю жизнь. Именно поэтому вакцина в случае с COVID-19 также является самым эффективным средством борьбы. Вакцина представляет собой уже либо сам вирус, сломослабленный или убитый, или его белки, или пептиды. То есть, когда иммунитету дается уже готовый антиген. То есть, чтобы иммунная система обнюхала его, узнала, запомнила и начала бороться. На минувшей неделе для иностранных граждан была организована выездная вакцинация в 15-м доме деревни Универсиады. Для Казанского федерального университета это не новая акция. Напомним, ВУЗ уже не в первый раз организует выезд прививочных бригад для вакцинации студентов и сотрудников. Для бесплатной вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Если же речь идет об иностранных студентах, то понадобится свидетельство о постановке на миграционный учет, а также миграционная карта. Процедура вакцинации продолжается и в студенческом городке. У нас большое число уже иностранных студентов привилось. Мы продолжаем их прививать. Эта работа продолжится и на следующей неделе, и дальше. Не стоит забывать, что университетская клиника Казанского федерального университета также продолжает вакцинацию сотрудников, студентов и прикрепленного к поликлинике населения от коронавируса. Записаться можно по номеру 233-3200. Главное условие – человек должен быть здоров и не испытывать недомогания в момент вакцинации. Надежда Мещерякова, Радмир Софиулин, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета провел рабочее совещание с руководящим составом вуза. Обсуждались вопросы сотрудничества с японскими вузами, компанией Русат, эффективности российских вакцин от ковида и многое другое. В Казанском федеральном университете отобраны лучшие студенческие научные кружки. О том, какие именно, смотрите в нашем следующем сюжете. В актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся третий этап конкурса на лучший студенческий научный кружок. В число победителей вошли студенческий научный кружок по хирургии Кагнамин, а также археологический кружок. По направлению естественной и технической науки первое место занял студенческий научно-практический кружок по хирургии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, научным руководителем которого является заместитель главного врача по медицинской части заведующей кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии профессор Сергей Зинченко. Студенческий научно-практический кружок призван для формирования профессиональных навыков у студентов, в первую очередь, в данном случае по хирургии. Что касается научной части, то я думаю, что как раз-таки на сегодняшний день это и частичная проблема для нашего кружка, и ей мы посвятим следующий учебный год. По направлению гуманитарной и социальной науки первое место присуждено археологическому кружку Елабужского института Казанского федерального университета, научный руководитель которого доцент кафедры всеобщей и отечественной истории Альберт Негомаев. Научные кружки для нас важны, важны как инструмент для формирования профессиональных навыков будущих Яниных, Халиковых и других светочей науки. Также хочется отметить, что лучшими были признаны следующие студенческие научные кружки. Это общество инженеров-нефтяников, институты геологии и нефтегазовых технологий, научный кружок кафедры морфологии и общей патологии института фундаментальной медицины и биологии, научный кружок сложность текста института филологии и межкультурной коммуникации, а также уголовный процесс юридического факультета. Амир Ахтямов, Универньюз. Казанский федеральный университет сохранил позиции в предметном рейтинге THE по направлению искусства и гуманитарной науки. Наилучшую динамику ВУЗ продемонстрировал по показателю доли научных публикаций, написанных в соавторстве с иностранными учеными. Британский журнал Times Higher Education обнародовал результаты предметного рейтинга на 2022 год по направлению искусства и гуманитарной науки. Казанский федеральный университет сохранил свою позицию в мире и занял строку 301.400. Российско-украинская команда Natus Venturi выиграла престижный киберспортивный турнир по компьютерной игре Counter-Strike. Все подробности в сюжете. Natus Venturi в переводе с латинского «рожденный побеждать». Украинская мультигейминговая киберспортивная организация Na'Vi выиграла чемпионат, одержав в финале победу на G2 Esports со счетом 2-0. За первое место команда получила 1 миллион долларов. Напомним, киберспорт также известен как компьютерный спорт или электронный спорт. Командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. В России он признан официальным видом спорта. Мы были первой страной в мире, кто признал компьютерный спорт. По нашему образу и подобию создавалось более 30 федераций в мире. Мы с этой точки зрения являемся родоначальниками этой истории. Даже по самым скромным оценкам, в России порядка 18 миллионов человек, которые увлекаются киберспортом. И эта аудитория растет с бешеной скоростью. Последние исследования показали рост в 28% ежегодно. Это колоссально. То есть ни один вид спорта не набирает такую популярность. ПГЛ Мажор Стокгольм 2021 – 17-й турнир серии Мажор по Counter-Strike Global Offensive. Он проходил с 26 октября по 7 ноября в Швеции. 24 команды разыграли призовой фонд 2 миллиона долларов. Это был первый Мажор, проведенный после двухгодичного перерыва в связи с пандемией. О том, почему людей так тянет виртуальный мир и как это может сказаться на психике человека, нам рассказал эксперт Казанского федерального университета. Эмоциональная волевая сфера молодежи развивается специфическим образом, не как в спорте. Возникают депрессии, возникают страдания, возникают различного рода тревоги. В киберспорте всегда есть победители и есть, которые не просто побежденные, а которые раздосадованы, обижены и не достигают всего того, что имеет место у победителей. Отметим, в России в 2016 году киберспорт официально был признан спортивной дисциплиной. А зимы 2018 года киберспортсменам начали присваивать разряды мастера или кандидата в мастера по киберспорту. Я приветствую этот киберспорт только с одним условием, что там есть интеллектуальная нагрузка, это первое, есть творчество и нет ставок на деньги, которые приводят к игромане. Как отмечается на сайте команды, 24 ноября российско-украинская команда «Нави» выступит на «Бласт» премьер Fall Finals 2021 в Копенгагене. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом все. В студии была Вероника Кириллова. Сюжеты из выпуска сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!